Приветствую вас. Во-первых, вам необходимо рассказать обо всем поподробнее, то есть, что происходит, как именно оскорбляет вас командир роты вашей, что именно он говорит, соответственно, в чем проблема ваша, ну конкретно, то есть человек привыкает, в принципе, ко всему, да, тут проблем с этим на самом деле нет у людей. То, что вы не можете привыкнуть к армейской еде, но это вопрос скорее немножечко другого плана, понимаете, да, вопрос немножечко другой. Это вопрос такой, хотите ли вы привыкать? Ага, есть ли у вас мотив привыкать к, ну вот, к армейской жизни, понимаете? Потому что, как бы вы пошли в армию, то вообще зачем, для чего вы пошли в армию вообще как? Вы хотели туда идти или нет? Вот. Если не хотели, то, соответственно, зачем тогда пошли? Вот. То есть, ну понятно, что как бы это обязанность, но при желании там вроде бы можно как-то откосить от этого, то есть было бы желание, в общем. Вот. Соответственно, если вы этого не сделали, то возникает вопрос о том, почему вы этого не сделали, вот. А хотели ли сделать? Понимаете? Какая штука. Вот. То, что не можете есть еду, но это опять же, это опять же вопрос скорее именно привычки. Это вопрос, опять же, скорее именно навык, да, то есть вы просто делаете то, что он сущно и в общем и целом все. То есть вам как бы больше не надо ничего. Вот. У вас же явно идет какая-то фрустрация, недовольство, может быть, тем, что вы делаете, тем, чем вы занимаетесь, вот, и так далее. То есть поэтому есть определенно свои какие-то вероятные причины, вот, которые мне кажутся важными и... как бы, ну, заслуживающими вниманием, вот. И с этими причинами надо бы поработать, потому что, ну, очевидно, что вы находитесь в растрепанных чувствах, вот. И признаться честно, я думаю, что вы сейчас, ну, не очень в состоянии выполнять, как бы, свой воинский долг, да. Вот. И еще как бы неизвестно, хотели ли вы вообще изначально его выполнять, вот. То есть это тоже такой, знаете, довольно, ну, довольно важный момент, вот. То есть если вы не хотели изначально, то понятно, что вам это и не будет нравиться, и вы не будете этим увлечены и так далее. Если вы этого хотели, но ожидали, например, чего-то другого, то это еще нужно понять, а почему вы ожидали чего-то другого вообще. То есть армия это армия, и как бы там не нужно ожидать чего-то, вот. То есть что я хочу вам сразу сказать, я хочу вам сказать о вашем отношении к армии вообще, вообще, в общем и целом, вот. Какое оно, вот что я хочу сказать. Вот это то, что меня, меня действительно интересует, ваше отношение к армии. Какое оно, как оно себя проявляет, как вы себя позиционируете в этом, в этом вот отношении и так далее, и так далее. Это, пожалуй, самое главное. Вот. А то, что вы описываете, это следствие всего лишь. Потому что, ну, правда, оскорбление в армии, оскорбление от командира Ротта, это, в общем-то, довольно частое явление, и делается это исключительно с целью приучить людей к... Ну, к дисциплине. Вот и все. Как бы. Поэтому мне кажется, что здесь вы через шур слишком близко к сердцу это понимаете. Вот. Но у этого есть свои причины. У этого есть свои причины. То, что вы так близко к сердцу это понимаете, у этого есть свои причины. И я полагаю, что причины кроются в том, как вы себя позиционируете, как вы себя воспринимаете, вот, в контексте, опять же, воинской службы. И, возможно, ну, возможно, возможно, в контексте отношений с людьми и, в частности, может быть, с вашим отцом. Вот. То есть у меня возникло такое ощущение, что в своем командире Ротты вы могли видеть своего папу. Вот. Я, конечно, не претендую на истину, может быть, не папу, может быть, кто-то еще. Вот. Но есть такая вероятность. На мой взгляд, она довольно большая предстоятельность. Вот. И, соответственно, что вам здесь можно сказать. Вот. Ну, сказать вам можно здесь то, что можно с вами работать. Может, можно и нужно, точнее, с вами работать. Вот. Вот. Ну, опять же, это зависит от того, хотите ли вы этого сами. Вот. Потому что, если не хотите, то вам помочь, ну, никак невозможно. Вот. Если хотите, то да, можно. Вот. Но для этого потребуются определенные ресурсы. Для этого потребуется определенное время. Вот. И усилия с вашей стороны. Если готовы, то я думаю, что наши эксперты с радостью вам помогут. Я думаю, что наши эксперты вам помогут и избавят вас от таких вот негативных, тяжелых переживаний, которые у вас есть. Вполне нормально, что вам просто не хватает поддержки. Вот. То есть, просто элементарная поддержка вам не хватает. И все. И поэтому вы так переживаете. Если вы, особенно, никогда раньше не покидали далеко дом родительский, допустим, а тут вдруг пришлось это сделать. Вот. Ну, конечно, тяжко будет. Вот. Ну, все это может быть связано вообще не с тем, о чем я говорил изначально, а может быть совсем другим. Например, с трудностью сепарирования от, допустим, родителей. Вот. Потому что еда, вот это все, то, что вы говорите, это очень на это походит. Очень походит. Вот. Ну, так вы же понимаете, что как бы сейчас вы в армии и нужно это принять. Вот. Вот. И либо вы понимаете это и стараетесь увеличить максимум пользы, вот, из того, что происходит. Либо вы ничего этого не делаете и просто-напросто тогда страдаете. Вот. Ну, если хотите страдать, это, опять же, ваш выбор, но только помните, пожалуйста, о том, что именно вы несете ответственность за то, как проходит ваша армейская жизнь. Вы можете сделать ее максимально комфортной для себя, насколько это вообще возможно. Вот. Либо вы будете страдать. Вот. Решать в этой ситуации, естественно, вам. Вот. Мы вам можем только помочь, если у вас есть желание. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Понимаю, что этого, вероятно, недостаточно вам для того, чтобы полегчало. Но для того, чтобы полегчало, нужна работа. И работа довольно серьезная. Поэтому я полагаю, что вы не будете ждать в чуле. То есть мне бы хотелось, чтобы вы так немножко отдельным пунктом, да, может быть, значит, пояснили бы нам, какой именно помощи вы хотели бы. Как вы видите эту помощь себе в данной ситуации. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...